Организатором конференции стали Кызылский колледж искусств, Духовой оркестр правительства республики и Ресурсный центр. Главная цель – сохранение культурных традиций сквозь призму современной тенденции в игре на духовых и ударных инструментах. Поделиться своим опытом обучения студентов приехали представители военного института Министерства обороны Российской Федерации. В своём докладе они поделились, что IT-технология – главная методика обучения музыкантов. Их с лёгкостью можно воплотить и на территории республики. Вы знаете, сейчас настолько эти технологии просты, и главная задача – их внедрение. Вот уже не приобретение их стоимости, а именно их внедрение. Почему? Потому что даже наш современный телефон, который обладает определённой памятью, можно активно использовать в процессе занятий. Он может являться большим помощником для любого преподавателя, который работает сейчас и в ВУЗе, и в школе. На конференции со своим докладом также выступила Яна Дулуш, супруга ушедшего от нас Тимура Дулуша – основателя Духового оркестра Республики Тыва. Она поделилась, что муж посвятил большую часть творческой жизни продвижению музыкального коллектива, который является одним из оригинальнейших в стране по своей программе. Всё выступление было построено на цитатах Тимура Дулуша, который ещё при жизни утверждал, что сохранение своих традиций и превосходства ученика над своим учителем – залог будущего тувинской музыки. Современные методы, конечно, сейчас стало очень много современных методов. Это информационные и все наши технологии. Очень много записей. Нужно их слушать и даже не все переслушать. Если ученик обучен этому, он сможет, проанализировав исполнение, и даже сам, без преподавателя, дойти к какому-то хорошему результату. Конечно, для этого нужно, чтобы он освоил азы. Помимо преподавателей музыкальных школ и училищ Республики, на конференции присутствовали и студенты Козылского колледжа искусств, в котором советы выступавших специалистов могут помочь в дальнейшем творческом развитии. Сегодняшняя конференция, конечно же, оставила для меня огромный след в моей жизни, потому что мне, как студенту духового отделения, очень отрадно осознавать, что наше искусство, наше творчество не стоит на месте, оно постоянно развивается. Мне, как студенту, очень отрадно. И сегодня к нам приехали наши специальные гости, это представители военного университета Министерства обороны Российской Федерации имени князя Александра Невского. И они передают нам большой опыт. Думаю, что наши преподаватели обязательно примут это на свое вооружение. Популяризация духовой и ударной музыки с привлечением профессиональных исполнителей на духовых инструментах и ведущих деятелей культуры укрепляет межнациональную связь среди различных регионов, а также повышает исполнительское мастерство учащихся и руководителей духовых оркестров. Харлана Байдуба, Ян Монгушин, Горку Жукет, Телеканал Тува-24.